Здравствуйте, дорогие друзья! Позвольте представиться. Мы представляем творческое объединение русских обычай. Мы семья. Чернышова Юлия Анатольевна, Чернышова Александра, Чернышов Анатолий с фотоаппаратом и я, Чернышов Сергей Иванович. Мы музыканты-фольклористы, занимаемся русской традиционной культурой, но сюда мы пришли по другому поводу, тоже традиционная культура, но не наша русская, а африканская. Но поскольку изначально мы занимаемся русской культурой, то без наших русских инструментов, конечно же, никак не обойтись не может. Тем более, что они тоже в некоторой степени имеют отношение к инструменту арфа. Вот у меня в руках такой интересный инструмент. Это африканская арфа, как ее именуют музыканты-теоретики. А имя у нее Кора. Этот инструмент бытует в Западной Африке. Это Сенегал, Мали, Гамбия, Гвинея, Гвинея, Бесау. И в декабре я привез этот инструмент из поездки по Африке. Инструмент совершенно замечательный. Чем он пересекается с арфой? Поддержите, да. Значит, такое же наличие струн, которые натянуты определенным образом. И я дальше их перебираю. Вот чтобы получить музыку, я просто перебираю струночки. Вот инструмент у нас состоит. Это корпус, тыква, корпус тыква, обтянутый кожей. Гриф, ну, собственно, вот вроде как и нехитрая конструкция, но звук совершенно потрясающий. Да, вот посмотрите. Это вот, из чего состоит, внутренности. Это может выступать как барабан. Вот если на нее не натягивать кожу и струны, то это выступает в роли барабана. Сейчас мы позвучим немножко. Вы послушайте внимательно. Принципы игры, вот, смотрите. Я шестью пальцами держусь за такие палочки, а четырьмя пальцами перебираю струны. Надо сказать... Можно сказать... Можно сказать... Я never поднимусь за Myrtle. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Что я соберусь за нашим парам, что они называют, что они уже поликами. Я не знаю. Они не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Мне нравится. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Почему с гуслями мы сейчас играем? Дело в том, что в Африке в поездке мы давали, у нас были концерты с африканскими музыкантами. Я играл тогда на гуслях, играл свою музыку. А музыканты африканские играли то, как они могут играть на своих инструментах. Они ничего там не обрабатывали, никак не подстраивались. То есть они просто услышали музыку и принцип развития музыки, принцип развития музыкальной ткани, он что у нас, что в Африке, он идентичен. Принцип. То есть у нас есть какой-то музыкальный мотив. Сыграй, Санкт-Парамин. Вот есть напев коротенький. Он повторяется много раз с большим количеством вариантов. Вот это у нас и у них то же самое. Почему так? Почему у нас очень хорошо получилось? Они подыграли мне, а я легко смог подыграть им. И вот когда я привез инструмент уже к себе, мы решили поиграть. Давай, поехали. КОНЕЦ 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 кто с музыкой знаком, если на пианино это все белые клавиши, а там, на тех инструментах, там пентатоника, там нет полутонов в звукоряде. И, следовательно, звучание и музыка очень своеобразное. Да, получается что-то более архаичное. Но считают, что это другой инструмент. У этого инструмента 21 струна, и ему всего 2 года. Но сделан он, по технологии он выдержан так, как, собственно, в старину делали. Ну, вообще большой вопрос, где старина, а где современность, потому что в Африке до сих пор играют на этом инструменте, и это массовое явление, и молодежь, и дети. Дети даже обучаются именно на коре, то есть многострунном инструменте, а обучаются в музыкальных школах. И, в общем-то, в Ютубе очень много выложено этой информации, связанной с корой. И мы можем наблюдать, что просто вот в деревне сидят два молодых человека и играют на двух инструментах. Кто-то еще пристукивает там на каких-то металлических штук, то есть на каких-то подручных средствах, подручными средствами. Вот. Удивительно то, что, несмотря на то, что они сейчас играли один наигрыш, Сергей Иванович пытался ритмику сыграть африканскую, да, вот теперь говорили мы о том, что много общего в архаике любой традиционной культуры, да, но есть и различия. И именно различия, даже вот в наигрыше барыня, можно было наблюдать, что и Александра играла выборно на гуслях, то есть отдельно взятые звуки, мелодия звучала, да, и Сергей Иванович, но у Сергея Ивановича ритмика была все-таки африканская, а наигрыш русский барыня. Следующий инструмент, который мы вам покажем, он показателен для племера, несмотря на то, что он называется лира, то есть это у нас арфообразные, лирообразные инструменты, он сконструирован совершенно по-другому, принцип игры другой, звук другой и все другое. Да, этот инструмент называется колесная лира, наверное, вы знаете. Да, сейчас я вам покажу, с чего он состоит. Вот то самое колесико, да, то самое колесико, вот, а здесь, посмотрите, вот, да, вот, какая интересная конструкция. Сейчас. То есть в этом инструменте ключевое слово колесное, а не лира, да, то есть если арфы это лирообразные инструменты, здесь тоже присутствует в названии слово лира, но главное все-таки здесь, каким образом звук избыкается. Избыкается с помощью вращения колеса. Дальше, чтобы получить музыку, я, видите, здесь вот флажки, я поднимаю. Получается, что музыка у нас происходит из-за того, что мы меняем длину струны. Получается, что-то получается, да. Так, вот, я сейчас закрою, и мы, а, вам, да, да. А еще и вот туда мы показали. Да, ну, можно будет подойти, вы не переживайте, даже потрогать и поиграть. Ну, подойдете, прошу. Не переживайте, я не уйду, пока все не потрогают. На кипах, походу. Форма, форма, да, форма. Форма, этот инструмент, он старинный. Он, это не наш инструмент, как бы изначально, он пришел к нам из Европы. Первое упоминание о нем, это вот 12 век, или 13 век. В одном испанском городе, в большом храме, есть по рельефу, ну, вот уже практически скульптура, на котором изображены два музыканта, которые играют вот на таком инструменте. Этот инструмент назывался органиструм. То есть один сидит, они держат его на коленях, один крутит колесо, а другой рядом, то есть вот эта вот часть грифная, да, она тянется аж туда, а второй сидит и там уже перебирает пальчиками и издает музыкальные звуки, собственно. Вот. Этот инструмент к нам пришел, ну, говорят, что в веке в 15-м, вот через запад, там Польша у нас же, да, под боком была. Да, да и осталось. Вот. Сейчас мы вам сыграем. Значит, этот инструмент у нас сохранился до наших времен, сохранился на Украине, Белоруссии, и на Украине под него пели казачьи, казацкие думы. Это песни эпические про казаков, про героев, как они с турками воевали. Вот. У нас тоже сохранились только воспоминания, к сожалению, вот, что ходили когда-то калики-перехожие, то есть старцы, вот слепые старцы, и пели духовные стихи, то есть это песни духовного содержания, обычно на апокрифические сюжеты. Вот. Ходили с поводырем, очень часто это был мальчик небольшого возраста, вот, и старец ходил вот с такой лирой и пел, пел духовные стихи, и, собственно, тем и зарабатывал себе на жизнь. Вот сейчас мы споем один из таких духовных стихов, вот, казаки-некрасовцы. Вот мы сейчас споем один из их стихов. В оригинале он звучит, конечно, бесколесной лирой, вот, но чтобы вам стало понятно, как сочетаются голос и инструмент, мы споем вместе с инструментом. Ну, вот. Да? Блин. Да. Микрофончик возьмите, чтобы вас голос слышали. Микрофончик. 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 ПЕСНЯ 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 Женщины, мамушки, нянюшки, прачки, молочницы, и тоже рыдают, потому что это все было очень близко, и вера православная, и вообще разговоры о душе, о русской душе, о нашей с вами душе, это все непросто. Ну а теперь можно потрогать. Так, первая возможность предоставляется тем, кто ниже всех роста. Подходите. Подходите, не стесняйтесь, правда, правда, правда. Девчонки и мальчишки, подходите к нам. Конкретно этому инструменту кора всего два года. Вот, но не умаляет его красоты и хорошего качества. Дело в том, что инструмент родился в Африке, там сухой климат, понятно, да, потому что температура высокая. Приехал он из Бамако, это столица Мали. И первое время она у нас жила в старом фонде, где сухо и тепло. Вот, и привыкала к климату Питерскому там, в центре города. Вот, затем, вот она переехала сейчас на места ее теперешнего основательного бытования, в пригород Санкт-Петербурга, и будет жить в пригороде. Но при этом она капризничала и при перелете, и при переезде на окраину, потому что смена влажности, смена температуры, это все влияет на такой вот инструмент. В принципе, все в любой культуре традиционной инструменты архаические, такие натуральные, так скажем, да, совсем натуральные, вот, они имеют такую особенность, что им сложно приспособиться к смене, к переезду какому-нибудь. Вот, и это связано, естественно, с натуральными материалами, из которых они делаются. Вот, например, гусли, да, которые сейчас демонстрирует Александра наша, вот, когда Сергей Иванович их изготавливает, очередного своего ребеночка сделает, в пеленочках принесет домой, говорит, смотрите, кто у меня народился, кто у меня получился. И неделю, а то бывает и две, обыгрывает, настраивает, ищет звук или голос определенного инструмента, который вот он сделал в данный момент, да, потому что все инструменты диктуют свою высоту звучания. Вот, у каждого своя высота звучания, такая вот максимально красивая и правильная, да, для него. То есть у каждого инструмента, вот, в частности, у гусли, да, мы можем говорить, потому что Сергей Иванович мастер гусельный, есть свой голос. Наверняка то же самое можем сказать, вот, Сергей Иванович, когда он у нас делает кору, у него есть заготовочки, он с собой тоже привез, вот, наверняка мы встретим то же самое явление, что нужно будет обыгрывать конкретно взятый инструмент, и не сразу он запоет. Субтитры делал DimaTorzok 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 Садимся. Это кора. Это гриф. Это кора. Это кора. Дорогие друзья, мы с вами сегодня находимся на закрытии удивительного фестиваля, связанного с инструментами арки. И мы очень рады присутствовать сегодня здесь и демонстрировать вам как русские традиционные инструменты, так и африканские инструменты, хора, африканскую акву. Я надеюсь, что наше участие в этом фестивале вызвало дополнительный интерес к русской традиционной культуре, а также к музыке в общем и к такому явлению как арка. Всего вам доброго, мы желаем вам крепкого здоровья и творческого успеха. Продолжение следует... 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 Радио ФМ Мариинского театра. Спасибо, что вы всегда нас поддерживаете. Я верю, что концентрация красоты и гармонии создала мощную, позитивную волну, и мы вас немножко зарядили на нашем фестивале. Мы благодарим Валерия Брунцева за выставку, за его драгоценные инструменты, которые были выставлены в фойе четвертого этажа концертного зала. Вы знаете, к нам приехала уникальная женщина, профессор, народная артистка России Эмилия Андреевна Москвитина. Это любимая ученица знаменитой артистки Веры Георгиевны Дуловой. И для нас сегодня большая честь и радость, что она будет выступать на нашей сцене. Хочется поблагодарить семью Чернышевых, которые проводили интерактив каждый раз перед нашими концертами 5, 8 и 10 числа. Они приготовили нам небольшой сюрприз. Спасибо, доброго вечера. От лица терских казаков мы вас поздравляем с таким большим хорошим событием и желаем вам многое лето. Многое лето. Многое лето. Многое лето. Многое лето. Многое лето. Многое лето Многое лето Многое лето Многое лето Многое лето Субтитры подогнал «Симон» Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Аплодисменты 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо. 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 Спасибо.